IT и компьютерные специальности. Это одни из самых востребованных сейчас специальностей в мире. И вообще сейчас сложно представить хоть какую-то организацию, которая обходится без помощи специалистов в области информационных технологий. И, конечно, интерес к изучению данного предмета сейчас находится на максимуме за всю нашу историю. Но очень многие определяют IT-специальности и компьютерные науки как одно целое, что неверно. Мы должны понимать, что информационные технологии и компьютерные науки — это разные вещи. И включают они в себя целый перечень направлений. Сами же эти науки очень молодые. Около 50 лет назад такой профессии как IT-шник или программист, можно сказать, не существовало. В этом выпуске я не собираюсь говорить о зарплатах IT-шников, о том, куда уехать, чтобы зарабатывать IT-шником. Потому что в этой сфере реально зарабатывать сколько угодно и делать это где угодно. В принципе, это достаточно очевидно. Цель моего сегодняшнего выпуска — рассказать, где учиться по данным направлениям, чтобы получить максимальный результат. Флагманские университеты по IT-специальностям и компьютерным наукам находятся в англоязычных странах. Да, и даже в Австралии. Почему именно там? Потому что в образование, в инфраструктуру, в техническое оснащение для изучения данного предмета вкладывается там больше всего денег. И очень важно, что инфраструктура и оснащение должны быть развиты не только на уровне вуза, но и на уровне школы. Потому что только в этой связке будет максимальная отдача на выходе из университета готового специалиста. Давайте к некоторым цифрам. В США в госшколах на одного ученика выделяется в 21 раз больше денег, чем в России. Да, вы не ослышались в 21 раз. Но сегодня все-таки я буду говорить не о США, а о Великобритании. В самих же США очень мощно развит и частный сектор образования, что дает дополнительно колоссальные инвестиции в образование как на уровне школ, так и на уровне вузов. Сегодня говорим про Великобританию. Одна из наиболее привлекательных стран для обучения. Если вам интересна Америка, о ней я буду рассказывать в следующем выпуске. И в этих двух роликах в целом я расскажу об отличиях в обучении в Великобритании и в США. С чего начинать? Перед тем, как поступать в английские вузы на IT или компьютерные науки, важно вообще понимать, что включает в себя данная специальность и кем вы хотите в будущем быть. Информационные технологии. Это работа с информацией. Компьютерные науки. Работа с компьютерами. Очень обобщенно. Специальность информационной системы и технологии будет включать в себя интернет-технологии, управление данными, системный анализ, дизайн. Специальность компьютерной науки включает машинное обучение, бизнес-вычисление, разработка программного обеспечения, разработка компьютерных игр и многое другое. В британских университетах самая популярная программа обучения – это компьютерные науки или Computer Science. Это основная базовая наука. Она включает в себя множество подразделов. Можно смело поступать на нее, потом, если уже появится желание углубиться, то продолжать обучение на магистратуре по более узкой специализации. Еще уникальность обучения в Великобритании в том, что здесь официально есть программы, которые комбинируют учебу и работу. К основному трехлетнему курсу обучения, а он трехлетний, добавляется год практики. В простонародье такой курс называется сэндвич курс или сэндвич программа. То есть студенты учатся, затем работают около года, а потом возвращаются на учебу на последний год. И не только с опытом работы, но и с пониманием того, чем они хотят заниматься в дальнейшем. Далее расскажу вам о британских университетах и, надеюсь, внести какую-то ясность. Верхушка айсберга. Если вы откроете сайт Complete University Guide в поиске лучших вузов Британии по направлению Computer Science, то обнаружите, что сразу после всем известного Оксбриджа идет Imperial College. Про Оксфорд и Кембридж у меня уже есть отдельные выпуски, поэтому их здесь касаться не будем. Это уж слишком хайповые университеты, чтобы в очередной раз про них рассказывать. Imperial является одним из самых престижных в мире, а также в Великобритании. Он постоянно входит в пятерку лучших. Помимо 15 нобелевских лауреатов, связанных с Имперским колледжем, в список именитых выпускников университета входит научный фантаст Герберт Уэллс, бывший премьер-министр Индии Раджив Ганди. А также гитарист группы Queen Brian May. Что касается программ обучения, здесь имеются трехлетние курсы по общим вычислительным техникам, математике и компьютерным наукам. А также четырехлетние программы по таким специальностям, как искусственный интеллект и машинное обучение, информационная безопасность, робототехника, разработка программного обеспечения. Все программы вуза следуют одной и той же структуре в течение первых двух лет. Групповые модули Core Intelligent Behavior Understanding дают студентам представление об основных концепциях и принципах вычислительной техники. Также предоставляются обширные знания в области дискретной математики, являющейся базовой математикой вычислений, а также классической математики и статистики, имеющих отношение к разработке приложений и управлению. Студенты посещают не только лекции, но и лабораторные занятия, а также выполняют проектные работы на протяжении всего курса. Основное внимание уделяется индивидуальному подходу, и у учащихся есть свой личный наставник, к которому можно обратиться за консультацией на протяжении всего обучения. Кто получается на выходе из Империала? Выпускники востребованы не меньше, чем оксфордские или кембриджские. Некоторые из них присоединяются к крупным компаниям или открывают собственный бизнес. Ряд выпускников сделали карьеру в области управленческого консультирования, компьютерных игр и спецэффектов. Другие же сделали карьеру в банковском деле и финансах. Из недавних выпускников работают в Амазоне, в Фейсбуке, в Гугле, в Мете, в Гугл, в Майкрософт, разработчиками приложения в Эппл, специалистами по кибербезопасности, работают в Бритиш Петролиуме, в технологических аналитических компаниях, в Голдман Сакс, являются соучредителями различных стартапов, разрабатывают видеоигры. Что нужно, чтобы поступить в этот ВУЗ после российской школы? Вам необходимо будет сперва пройти годовой курс программы Foundation, это подготовительная программа. Затем предоставить аттестат о школьном образовании с баллами выше среднего, сертификат IELTS не менее 6,5 или TOEFL 85, мотивационное письмо, рекомендации от учителей вашей школы. А если же вы планируете поступление в магистратуру, то понадобится диплом о высшем образовании, средний балл должен составлять не менее 4,5 и выше. Также понадобится мотивационное письмо, резюме, эссе на произвольную тему, рекомендации от преподавателей и сертификат, подтверждающий уровень английского. Английский должен быть не ниже IELTS 6,5 или TOEFL 100. На сайте вуза также есть и требования для тех, кто учится в Великобритании. Это три эйки, две из которых должны быть A-star. Расшифровывать не буду, что это такое, кто учится в британской школе поймет без расшифровки, а тот, кто не учится, тому оно не особо и надо. Какой процент поступлений в Imperial? Очень важно, да? На 18 подающих документ принимается один. То есть один из 18 человек. Это согласно данным за прошлый год. Стоимость обучения. Всех, наверное, интересует стоимость. Так, стоимость для иностранцев и местных отличается, поэтому не путайте. Стоимость на бакалавр около 38 тысяч фунтов за год. Для разных программ разные цены. Магистрские программы от 17 тысяч фунтов. Я понимаю, что в Лондоне самая дорогая жизнь во всей Великобритании, поэтому я обязан рассказать вам и про другие города. Манчестер. Вот если все расходы брать в расчет, то год будет обходиться процентов на 30-40 дешевле, чем в Лондоне. Почему Манчестер? В Манчестере находится еще один топовый вуз Великобритании по подготовке айтишников и компьютерщиков. Университет Манчестера. И это отличный вариант для тех, кто припочел бы жить не в Лондоне. Манчестер студенческий город. А здесь есть все для комфортного проживания и даже больше. В среднем манчестерские студенты платят за жилье от 75 фунтов в неделю и выше. Для сравнения, в Лондоне придется отдавать от 185 фунтов в неделю. Стоимость такси в Манчестере одна из самых низких по всей Англии. Около 5 фунтов за поездку. К слову, в городе можно легко обойтись и без такси. Автобусы появляются на остановке каждую минуту. Город бьет рекорды по количеству автобусов в Европе. И Манчестер крупный город, девятый по величине в стране. Является промышленным, финансовым и культурным центром Англии. В ведущем вузе города Университет Манчестер учится около 40 тысяч человек. Про требования по каждому вузу я рассказывать не буду. Это скучно и неинтересно. Об этом могут рассказать наши специалисты, если вы намерены поступать. Сосредоточимся на программах и университетах. В Университете Манчестера также есть трехгодичный курс Computer Science. А также программы Computer Science Plus. Computer Science Plus Mathematica. Computer Science Plus Human Computer Interaction. Есть программы помимо трехлетних четырехлетние. Акцент во время учебы делается на регулярные встречи в небольших группах с личным преподавателем. И студенты постоянно получают практическую помощь и поддержку от опытных сотрудников и аспирантов. Опытные сотрудники это те, у кого есть опыт работы в организациях. Ведущие эксперты строят обучение и стимулируют интерес учащихся. Это основной процесс, который поддерживается традиционными лекциями и всеобъемлющими онлайн учебными ресурсами. Университет также представляет специализированные лаборатории для поддержки в обучении. Как проходит оценка учащихся? В основном с помощью лабораторных и курсовых работ. Они могут продемонстрировать свои компьютерные навыки, знания электронных принципов, решая конкретные проблемы в более реалистичном масштабе. Работы и как индивидуальные, так и групповые. Несмотря на то, что вы будете обучаться компьютерным технологиям, вы также будете делать презентации, эссе, в которых в частности студент демонстрирует приобретенные навыки. На третьем и последнем курсе оценка без экзаменов в основном состоит из практического проекта. Согласно опросу выпускников, 90% бакалавров компьютерных наук трудоустраиваются или продолжают обучение в течение 15 месяцев после окончания учебы и обычно получают начальную зарплату в размере 36 тысяч фунтов в год и выше. Возможности для студентов. Работать можно где угодно. Финансы, кино, игры, фармацевтика, здравоохранение, потребительские товары, общественные услуги, охватывающие практически все сферы бизнеса и общества. Особый интерес в выпускнике Манчестерского университета вызывают у следующих компаний. CERN, EA Games, IBM, Microsoft. Ну а если вы все-таки предпочитаете Лондон и цены вас не интересуют, я предлагаю вам еще один шикарнейший вуз. Kings College London. Это альмаматор физикой и нобелевского лауреата Питера Хиггса. Кто такой Питер Хиггс? Человек, обосновавший бозон Хиггса. Писательница Вирджиния Вулф и писатель Сомерсет Моум, а также басист группы Queen John Deacon. Вуз также наравне с университетским колледжем Лондона, UCL и лондонской школой экономики, LSE составляет один из углов так называемого золотого треугольника. Золотой треугольник вузов Великобритании. Университет занимает шестую строчку в мировом рейтинге QS в Великобритании среди программ по информатике. Первые два года бакалавриата по программе Computer Science сосредоточены на основах информатики, которые дают студентам навыки разработки программной системы в составе команды. Третий курс позволяет специализировать свои знания и продемонстрировать свои таланты, выполнив индивидуальный проект. Также студенты бакалавриата изучают разработку программного обеспечения, алгоритмы и оптимизацию, кибербезопасность, системную инженерию, основу вычислительной техники, основу искусственного интеллекта. У студентов курса есть возможность попрактиковать тот же сэндвич, перейдя на программу обучения за рубежом и проведя свой третий год в партнерском учебном заведении вне Англии, прежде чем вернуться в Kings на последний год обучения. ВУЗ максимально удачно расположен, находится он в центре Лондона, поблизости к ведущим мировым компаниям. Здесь есть рядом и офис Гугла и Амазон. Особенность ВУЗа, он обеспечивает беспрецедентный доступ к ведущим научным сообществам, включая Chartered Institute for IT, BCS, и Institute of Engineering and Technology, IET. Здесь логично, если вы мне скажете, ничего из этого не понятно. Если коротко, это ведущие британские компьютерные сообщества для тех, кто работает в области информационных технологий и информатики, как в Соединенном Королевстве, так и на международном уровне. Kings College выпускает инженеров-программистов, архитекторов программного обеспечения, разработчиков, специализирующихся на конкретных языках программирования, инженеров по безопасности и инженеров базы данных. Новоиспеченные специалисты устраиваются в такие компании, как Airbus, Strauss-Friedberg, Merrill Lynch, Goldman Sachs. Что нужно, чтобы поступить в такие престижные ВУЗы? Конечно, одного желания недостаточно. Нужно трудиться и стараться с самого начала, чтобы показать приемной комиссии, что вы всегда стремились к знаниям. И в ВУЗы на одно место претендует по 20-30 человек. Поступить сюда сложно. Как быть, если вдруг вы не поступите? Начнем с того, что вы имеете право подаваться в 5 ВУЗов одновременно. Я вам назвал только что 3. В Великобритании для этого используется система UCAS. О ней сейчас я рассказывать не буду. Это можно сделать отдельный выпуск про поступления. Здесь же мы говорим про университеты. Если вас интересуют этапы зачисления, в этом помогают наши консультанты. Можно перейти на сайт www.3wsmaps.ru. Там в онлайн-чате задать любые вопросы. Либо же пишите их здесь в комментариях. Мы будем смотреть и отвечать. Выбирать университеты, основываясь только на рейтинге, не совсем правильно. Можно выбрать университет, к которому, скажем так, душа лежит. В той же Великобритании есть варианты с менее требовательными условиями поступления. И при этом обучение ведется на самом высоком уровне. Я сам закончил Лондонский университет в 2010 году. Потом работал в Англии. Потом работал в Арабских Эмиратах. Пока, собственно говоря, не открыл СМАПС со своим бизнес-партнером. В Лондоне прожил 6 лет. И с того времени несколько раз в год езжу в Англию. Постоянно участвую в выставках образования и смотрю, как вообще развивается вся эта сфера. Кто уже видел мой канал, тот знает, что я снимаю учебные заведения по всему миру. И мы организуем совместные проекты с многими из этих учебных заведений по всему миру. Как, например, в этом году мы делаем образовательные выставки в Стамбуле, в Баку, в Дубае, в Тель-Авиве. Возвращаясь к университетам. Посмотрите мои выпуски про университет Куинс, Белфаст, где открыли суперсовременный компьютерный факультет. Посмотрите выпуск отдельно про университет Нью-Касла, где я жил в общежитии 2 недели и снимал весь кампус университета. Посмотрите выпуск про университет Ист-Англия, где снимали мстителей, фильм мстителей. Где построили многомиллионные инженерные лаборатории, просто невероятные. Где самое экологичное здание среди всех вузов. Там же здание компьютерных наук, также там десятки миллионов фунтов. Посмотрите мои выпуски про Эдинбургский университет, который сейчас занимает 30-ю строчку в мире по компьютерным наукам. 17-ю строчку в мире в целом и 7-ю строчку в Европе. Есть отдельно выпуск «Оксфорд против Кембриджа». Если вы все-таки наметились именно в эти университеты. Старенькое видео про Оксфорд есть, где я жил в общежитии Оксфордского университета. Да, и такое было. И я все хочу его переслать, сделать более детальным. Но надо лететь в Англию, делать для этого визу. Она у меня закончилась. Если вы любите кино и спорт, то можете посмотреть про университеты Стерлинга, где Мел Гибсон снимал «Храброе сердце», где одна из лучших спортивных инфраструктур в Великобритании. Если вы без ума от искусств, кино, театр, мода, дизайн, архитектура, смотрите выпуск про университет искусств в Бормуте, где одно из зданий проектировала сама Заха Хадид, где учился режиссер фильма «Малыш на драйве». Я вам все это наговорил. Где теперь это искать, вы мне скажете? Моя команда уже все заранее поискала, поставила в описании к этому ролику. Все здесь есть, все собрано в этом выпуске. Переходите, смотрите выпуски, знакомьтесь с университетами и студенческой жизнью в Великобритании. Я не прощаюсь, потому что уже готовлю ролик на эту же тему, но с единственным отличием это будет уже США. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Если было интересно, жду заслуженный лайк к этому видео. Если остались вопросы, пишите в комментариях или сразу на сайт смапс в онлайн-чате, где дежурят наши онлайн-консультанты. Почему важно посмотреть выпуски про учебные заведения в Англии? Эти все выпуски, они непосредственно с места событий. То есть я ездил в эти учебные заведения, снимал эти учебные заведения, и можно реально почувствовать атмосферу. Там очень много информации про конкретные учебные заведения. Не в целом, да, обо всем, а про конкретные учебные заведения. Много цифр, архитектура, здания, где живут студенты, что едят, кто преподаватели. То есть много такой всякой информации. Увидимся в следующем выпуске про Америку.